здравствуйте мои дорогие мои любимые зрители иду на измайловский малашинный рынок и первую очередь я иду к измайловскому кремлю который восстановили недавно и первое куда я попадаю это на вернисаж здесь не блошиный рынок здесь все ряды заполнены красивыми сувенирами здесь все рассчитано на не только на нашего но в основном на зарубежного гостя и чего здесь только нет но мы проходим этот вернисаж и поднимаемся вот по этой лестнице и когда мы поднимемся вот здесь уже начинается блошиный рынок настоящий блошиный рынок мы перерезаем канат мы испытываем ножик и сколько стоит такой нож такой нож стоит 15 тысяч рублей вернее от 15 тысяч рублей понятно но вот эти стоят вот цены видите вот они вот эти дешевые 50 уже на 2 на 2 на 2 на 2 какие интересные шахматы сколько же они стоят сколько ваши шахматы 15 тысяч змеевик шахматы 15 тысяч спасибо совершенно потрясена увидев эту замечательную лампу потому что почти такая же лампа есть у меня дома это модерн 30-е годы и стоит она 20 тысяч ну красота а вот кстати и моя лампа вот точно точно такая же а вот эта лампа уже 50-х годов но стоит тоже 20 тысяч рожок вот эти замечательные крупные кораллы 25000 сейчас попробую вам показать вот видите большие крупные интересно что на этом рынке в измайлово продавцов мужчин намного больше чем на тишинке и в музее москвы не купила эти бусы вот которые слева и и теперь сожалею стоили они недорого для моего бога это конечно было бы прекрасно вы не представляете как я обрадовалась когда увидела эти пуговицы ни на одном рынке я не видела такое количество красивейших пуговиц это вообще сказка цены примерные вот на эту красоту вот на эту вот это вот сколько стоит это тысячи рублей тысячи рядом с ней это по 800 настоящие старинные пуговицы которые можно любоваться и любоваться но что самое интересное что эти пуговицы можно купить не только вот большие в одном экземпляре а вот более мелкие такие красивые пуговицы в нескольких как и можно украсить и какой-то свой костюм новый какую-то может быть кофту замечательные пуговицы и говорю вам об этом как знаток потому что мне от бабушки в наследство достались тоже замечательные пуговицы и в конце ролика я вам их покажу конечно покажу самые замечательные пуговицы но хочу заметить что в свое время я не ценила эти пуговицы и у меня очень мало осталось от бабушкиного подарка о чудо мне такая тесма тоже досталась от бабушки но я не знаю как она называется здесь как в музее много различных кружев салфеточки это мотивы 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 а для чего они использовали они разных размеров были и маленькие побольше для белья для нательного белья и для столового белья вставляли фрагменты понятно спасибо ой тарелочки какие миниатюрки прелесть даже от вас уходите это вообще для фильмов да вот прям сниматься слушайте какая прелесть комбидресс комбидресс это называется комбидресс это вот пантаоны комбидресс а еще были трусики ой струсики ну надо же уникальные вещи спасибо вам хоть полюбоваться все такое ажурное красивое такие пантаоны да только фильмах такой мы видели да и спереди и сзади разрез здорово вот эти салфетки чьи это же как называется шитье да нет это не вот это шитье нет нет это прорезная гвоздь прорезная гвоздь это вышивка но вышивка то понятно а вот эти поменьше по двести пятьдесят пантаоны комбидресс это больше 300 а это четыре вышивка конечно обалденная спасибо а сколько вы такие шапочки это 474 700 вот для мужчин все а то мне высказали претензию что там три мужчин них они снимают мне вот осталось три штуки три штуки сегодня 11 забрали но они и модные и красивые и иностранцам 5 даю кожа кожа а мех то натуральный здесь конечно если шикарно научим на любой вкус на любой вкус фуражки фуражки кепки итальянский шесть восемь процент здесь шесть шесть балты лучше перчатки оптом без тебя две тысячи это кожа натуральный ну да 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 это не китай ничего я здесь девять лет сижу на этом столе в одном месте то есть к вам можно всегда спасибо вам большое значит если что к вам можно приходить пришли и потом его с конца нет 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 что-то продала через полгода может прийти снова спасибо но винил это ваши да все сколько пластинок и перед петр лещенко и чего только нету челентано а сколько у вас такие маски стоят внизу которые красивые какая кожаная сумка обалденно и чего здесь только нет от фонарей до шкур животных от счетов и медных тазиках которых можно варить варенье до бочек огромных в бутыли стеклянных варенье 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 и а и и и и а вот бусы которые мы видели на рынке они конечно чуть меньше тех которые там были к ним сережки все по разным причинам ходят на блошиный рынок но вот я на блошиный рынок хожу во первых чтобы полюбоваться во вторых для истории потому что многие вещи мне знакомы с детства мне это приятно смотреть на них они вызывают такое щемящее чувство тоски по детству по родным по своим и конечно чтобы больше узнать и ну а еще кстати у меня есть очень много интересных тоже дома вещей и мне хотелось бы знать ну сколько это стоит я не коллекционирую ничего хотя вот иногда мне хочется коллекционировать но вот там вот эти бусы которые правда больше стоили 20000 ну так примерно можно прикинуть сколько они мне стоят ради интереса и вот еще один такой большой камень который тоже можно как-то использовать и обещала вам показать пуговицы которые мне остались от бабушки а вернее всего я так думаю что от прабабушки потому что она у меня была такая белошвейка парниха которая обшивала лосевых ну историю про это я потом вам расскажу вот такая замечательная пуговица видите середине цветок очень красиво металлическая желтого цвета но вторую пуговица вам сейчас покажу я ее в общем то уже сделала на шляпу вот эту мою шляпу вы видели я ее покупала в салоне у смирновой татьяны модельера я вам ее показывал но вот здесь вот посередине если приглядеться вот такая тоже старинная пуговица вот еще одна пуговица большая пластмассовая тоже более позднего времени и уже не столь интересно ну во всяком случае видите она такая большая тоже как брошка ой вот это вот вот это вот деревянные пуговицы они сделаны как шестеренка здесь обрезаны а вот уже моя покупка такая замечательная вазочка для цветов она небольшая кобальтовая с позолотой роза я купила и его и и для своей дачи для патио ее цена 200 рублей вот еще моя покупка на этом рынке я купила вот такую вот вещи я ее обязательно на пальто приспособлю а это та самая настольная лампа которую я увидела на рынке сделана она была в тридцатых годах в ссср в популярном на тот момент стиле модерн обратите внимание на ее плавные красивые формы тогда конечно не было матовых лампочек и то что она вниз так закруглялась вернее закруглялась колпак из матового молочного стекла берегло глаза от яркого света и мне в детстве она напоминала почему-то медузу ну вот наступило время прощаться мне кажется она пролетела незаметно а как вам показалось понравился ли фильм дорогие мои друзья желаю вам всего самого хорошего до новой встречи и